друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых ну что ж мои хорошие последние сводки с полей да вчера колесников не выкладывал свой ролик ребят по какой причине вы тоже об этом рассуждали в комментариях понятия не имею кто-то пишет возможно светка наконец-таки родила разродилась как говорится не прошло и года вы знаете честно вот чем больше мы об этом говорим тем больше мне кажется что этого никогда уже не произойдет потому что как-то все это уходит на какой-то задний план да и колесников постоянно рассказывает про какие-то новости из больницы которых на самом деле нет и светки нет и вообще когда это будет неизвестно может быть конечно же да тоже отчасти могу согласиться и с тем что колесниковы вчера не выпускали свой ролик по той причине потому что произошла вот эта вот вся ситуация с собакой ребята да все может быть да кто его знает что у них там произошло на самом деле но опять же вы знаете вот комментарии писали что вот наверное колесников не знает что ему сказать людям вот как же он будет как он будет оправдываться как вы думаете ребят а я даже не сомневаюсь что он не будет оправдываться по этому поводу нет вернее то что захочется ему сказать он скажет допустим да когда он там начинает рассусоливать на тему выпускного на тему последнего звонка вот я считаю что мои дети не должны туда идти потому что это зло потому что там их могут научить чему-то плохому да это одно другое дело когда действительно касается вот знаете вопрос да так скажем чего-то более интересного более существенного да ждут последнее время новостей как раз таки о том когда же света родит вообще что там происходит но мы же с вами прекрасно видим что как раз таки те темы которые больше всего волнуют зрителей лёшка колесников освещать даже близко не собирается нет ситуация с собакой ведь изначально никто так и не рассказал что же произошло с собакой ладой хотя это ситуация была правильно она имела место быть но колесников так и не стал освещать данный момент данный вопрос зрители которые писали по этому поводу очень долгое время это еще раз говорит о том что лёшка будет рассуждать только на те темы которых ему говорить удобно то чего не хочет он говорить он об этом даже говорить не будет и естественно замнёт все эти моменты и конечно же ждать от него каких-то извинений по этому поводу по поводу того что произошло с одной или с другой собакой да но нет никакого смысла потому что он человек который всегда прав он человек который всегда найдет оправдание любому своему поступку далее друзья мои вчера я еще получил такую информацию по поводу того что ну все колесникова уже продали дом нет ничего подобного зашла опять же на авито набрала как раз таки да и увидела их объявление которое по-прежнему друзья мои висит между прочим данное объявление было обновлено еще 25 мая но что самое интересное ведь изначально когда они продавали свой дом вот этот 198 квадратов да как раз таки на участке 13 соток вот дом в субботина у них изначально ценник стоял 10 миллионов рублей потом они скинули значит как раз таки тысяч на 100 и у них был ценник 9 миллионов 900 тысяч рублей и вот сейчас уже объявление 9 миллионов 850 тысяч рублей как раз таки ценник на их дом в субботина объявление да было обновлено 25 мая то есть я так понимаю по сей день нет никаких покупателей иначе бы наверное колесникова были бы очень счастливы и довольны ну а вообще конечно лёшка молодец настолько дорого выставляет свой дом да имея но я имею ввиду а учитывая все вот эти вот характеристики этого дома что там есть на самом деле и то как они его ушатали за эти последние без малого три года ребят это что-то с чем-то я думаю за такие деньги лёшка будет продавать еще очень долго свой дом и знаете ну если конечно же не уступит да опять же мы знаем прекрасно что дом он покупал значительно дешевле но колесников считает что видимо да раз они там пожили пожила вот такое вот царское семейство значит они имеют полное право продать этот дом значительно дороже поэтому друзья мои тут вот какой-то вопрос напрашивается все таки да а будет ли переезд а состоится ли переезд да мы все с вами видели ту однокомнатную квартиру в которой лёшка ну якобы лёшка делал ремонт и говорил о том что вот то ли сдавать будем да то ли сами туда на какое-то время переедем то есть была масса разговоров но не повезет же он свое семейство в эту квартиру в эту однокомнатную квартиру что они там будут делать все вместе понятное дело что нет этот дом в субботина не продан он до сих пор выставлен и стоит на продаже то есть даже если представить что был бы за отдан залог за этот дом то автоматически тут же да ну как правило должно сниматься вот это вот объявление то есть на этот дом даже никто еще не покусился и возможно в ближайшее время его никто так и не продаст опять же тут дело случая как говорится как карта ляжет да можно продать дом в течение недели в течение нескольких дней но точно так же как и дома квартиру земельный участок а можно продавать этот дом вот этот дом друзья мои в субботина годами и неизвестно появится ли на него покупатель нет покупателя можно найти если в принципе скинуть цену на дом но я так понимаю что ценник на дом скидывать лёшка не хочет то что он скидывает это конечно не те деньги и за такие деньги его в субботину точно никто приобретать не будет поэтому друзья мои каким образом должен состояться опять же переезд колесниковых если у них элементарно нет денег на покупку и приобретение нового жилья вот это остается под вопросом поэтому вот эти слова на последних под последними да вот последние ролики лёшки колесникова где он рассказывал о том что да и ладно вот собакой такая ситуация приключилась возможно это кстати нам на руку да по той простой причине потому что у нас появились новые жизненные обстоятельства то есть он имел ввиду да и говорил о том что да вот мы будем переезжать да вот туда да вот сюда но друзья мои опять же говорить что будут переезжать и переезжать это две большие разницы да это вот опять же на примере вот который я привела это все равно что продавать дом да и продать дом это тоже две большие разницы опять же можно продать течение нескольких дней если тебе повезет да либо можно продавать вот этот дом годами и на него не будет никогда покупателей потому что ценник его изначально уже завышен, все это прекрасно понимают, потому что, насколько я помню, приобретали они этот дом, стоил он для них, по-моему, 5 с лишним миллионов рублей, короче, как-то очень круто накрутил колесников на этот дом, конечно, естественно, недвижимость растет в цене каждый год, но не до такой степени, так что, друзья мои, кто его знает, что там происходит на самом деле, понятия не имею, но, опять же, да, кто-то пишет, вот, узнаете, что там со Светкой, как я могу узнать, что там со Светкой, если она родит, это станет известно, да, если она, если сейчас они эту информацию скрывают, и Лешка постоянно выдает какие-то последние новости из роддома, Света лежит, со Светой все хорошо, у Светы все прекрасно и так далее, да, то, как бы воссыны не там, ничего не известно, что там происходит на самом деле. Но, опять же, друзья мои, думаю, что будет, скорее всего, сегодня какой-то ролик от Колесниковых, потому что вчера его не было, да, вы все прекрасно знаете, что как только появляется ролик от Семейства Колес, я тут же в течение 20 минут выкладываю свой ролик или в течение получаса, то есть я даже там комментарии не вижу, что там пишут, какие там настроения на его канале, но вот последние, последние дни, да, там практически ничего не писали, я думаю, как раз-таки были комментарии у Лешки по поводу собаки, но вот эти комментаторы, скорее всего, да, и комментарии удалялись и блокировались. Друзья мои, вот такой у меня получился небольшой обзор по поводу семейства Колесниковых, так что не думайте, дом как стоял на продаже, так он находится на продаже, и объявления они обновили 25 мая, то есть, но ценник дома уже указан не 9900, а 9850. Так что, друзья мои, мечтает Лешка избавиться от этого дома, прекрасно понимает, что в дом надо всегда вкладывать огромное количество денег, сил, да, труда и так далее, это, видимо, уже не входит в его, так скажем, планы, и хочется Лешке все-таки переехать куда-нибудь поближе к городу. Но, опять же, никто пока этот дом не покупает. Пишут комментарии на моем канале, мои зрители по поводу того, что все-таки как же хорошо раньше жили Колесниковы, и сколько себе позволяли. Ребят, так оно и было, когда они жили в Ясентуках, колеса действительно покупали себе и свинину, да, и рыбу, и там какие-то овощи, да, старались, как-то все это даже ходили по рынку, и там что-то брали, покупали. А здесь, действительно, вот если посмотреть, кроме просрочки, то у них по большому счету больше ничего и нет на столе. А когда они появляются в магазине и покупают что-то, так скажем, по реальным ценам, да, то они очень-очень сильно ужимаются и как-то очень скромненько там возьмут какие-нибудь яйца, да, еще что-то, может быть, немножко молочка, всего понемножечку, и на этом, собственно, все. Далее мне, значит, зрительница написала по поводу того, что, скорее всего, Лешка, как никто другой, знает по поводу того, что его дети не воспитанные, и у него у самого к своим детям нет никакого доверия, поэтому, скорее всего, именно по этой причине он своих детей не отпускает на всевозможные мероприятия. Не согласна. Мне кажется, что Колесников считает, что их семейство как раз-таки очень даже правильное, очень хорошее, да, и вот пытается показать, что, мол, смотрите, все вот мирское нам чуждо, это нам все абсолютно неинтересно, никакой последний звонок, да, 1 сентября или там выпускной, все это нам не нужно абсолютно, мы и без этого обойдемся, дети поедут в христианский лагерь, и вот там-то они оторвутся по полной программе. Ну, с другой стороны, да, если вы такие церковные, если вы такие религиозные, то чего было не отдать детей изначально куда-нибудь, в какую-нибудь школу при церкви, да, почему бы собственной нет? Ну, они ж на это не пошли, потому что им это 100 лет не нужно. Опять же, все вот эти церкви, которые были, которые они обходили в Ясентуках и здесь, в Подмосковье, все это было сделано не по причине того, что они действительно религиозные люди, все это было сделано исключительно по причине того, что им хотелось примкнуть к какой-то очередной кормушке и, так скажем, иметь оттуда какую-то очередную халяву. Нет-нет, да, на какие-то праздники детям дают какие-то подарки, им дают какие-то подарки, потом опять же приходят какие-то вещи, да, тоже все это раздают, берут те, кто, так скажем, нуждается. Колесниковы никогда не откажутся от халявы, даже если им эти шмотки, друзья мои, 100 лет не нужны, учитывая тот самый момент, что у них шмацья полным-полно, да, опять же, раздают им постоянно, кто-то их там жалеет, кто-то им раздают. Возможно, какие-то до сих пор посылки нет-нет, да приходят, пусть даже очень редко, да, от той же секты всегда перепадают какие-то вещи. Плюс васильки, сколько раньше высылали им вещей на обзор, да, ну, понятное дело, что большинство из этих вещей, да, это тоже постельное белье, все это продавалось там на Авито или еще где-то продавалось, не суть важна. Но колеса, даже если им что-то будет не нужно, они все равно возьмут. Они вот из той категории плюшкиных, которые будут брать, даже если завалят барахлом все свое жилище, собственно, что у них и произошло. Весь дом завален непонятно чем, черти чем. Вот я говорю, мне тут недавно на глаза попалось свежее видео, да, вернее, свежее старое видео, где как раз-таки они только-только въехали, переехали в этот дом в Суботино, в Подмосковье, друзья мои. И дом-то там все было нормально, там все было чистенько, там все было аккуратненько как-то, да, там не было никаких мешков, тюков, баулов по углам. И что сотворили с этим домом семейство Колесниковых за эти несколько лет? Они просто превратили его на самом деле в помойку, им абсолютно все равно, и они считают, что они живут очень правильно, без конца нам демонстрируют какую-то мотивацию на уборку, как они там приходят, как они там, значит, что-то там делают, да. Но это же понятно, когда Светка сваливает со своих плечей, взваливает на плечи своих дочек, да, на плечи Насти, на плечи Виталины, уборку по дому. Понятное дело, что дети маленькие, ну, достаточно еще маленькие, Виталина точно маленькая, ей 9 лет, да, они не смогут нормально сделать уборку. И потом, как они могут нормально убрать, когда мать не в состоянии своим собственным примером показать, как нужно убирать правильно, да, или как нужно правильно готовить. Поэтому девчонки, как могут, так и делают. И, соответственно, конечно же, дом стоит засранный уже на протяжении нескольких лет. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Продолжение, конечно же, следует. Естественно, как всегда, сегодня постараюсь выложить ролик прям по горячим следам. Многие спрашивают, что это такое, почему вы об этом говорите, да, я всегда делаю на этом акцент, потому что, потому что, друзья мои, я сразу же делаю ролик, как только выходит ролик семейства Колесниковых. Я стараюсь делать это сразу, но если только у меня в этот день не выходной. Ребят, еще раз огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые, интересные, веселые комментарии, за ваши подписки. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, всем отличного дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова